Продолжение следует... ...чердечко, тоже такие вот состояния очень хорошие, веселые, потому что будем мы дальше говорить о самоисцелении жизни уже через такие очень приземленные телесные практики, в частности телесную практику простукивания. Итак, давайте, как меня видно, как меня слышно, ну вот десяточку поставьте по традиции, да, чтобы видно и слышно было хорошо, потому что техника простукивания предусматривает, да, что вы меня видите, вы меня слышите. Отлично, Ольга, спасибо. Вот, Раиса, здорово, десяточка. Итак, ну что, будем начинать. Сегодня эта тема, она в первый раз будет звучать на сегодняшнюю аудиторию. Вот, раньше я делила на под темы, на тему здоровья, красоты, похудения, денег. Но тема самоисцеления жизни, это как раз-таки тема, которая охватывает эти сферы, да, то, что нужно для хорошей, благополучной жизни, хорошей, спокойной жизни. И здесь уже, почему самоисцеление? Потому что мы исцеляем себя только не внешним намерением, а исцеление идет изнутри, через нашу природу, человеческую природу. Кстати, есть ли кто-кто знает, что такое простукивание, да, поставьте плюсик, пожалуйста, кто знаком с простукиванием. Вот, потому что основатель простукивания Гарри Крейг в 95-м году основал эту технику в том формате, в котором она есть. И он говорит про unseen therapist, о невидимом терапевте, если напрямую переводить. Мина Секерина, ага, ну, да, вот Антонина есть. Понятно, что у нас в основном аудитория, которая не знакома с простукиванием, поэтому я всегда спрашиваю, может быть, кто-нибудь есть, кто знаком, да. Тогда имя Гарри Крейга вам не будет в новинку. И вот unseen therapist – это как раз-таки самоисцеление жизни, да, самоисцеление с помощью простукивания. И основано оно на принципе китайской медицины, где не только вот как в восточном, в восточном, вернее, в западном, да, подход. Есть кто-то врач, который лечит, да, пациента. И медицина западная – это проотношение врача с пациентом, врача, его инструментов, как он лечит пациента. Восточная же медицина, акупрессура, акупунктура, на которых основана эта техника и сам подход лечения, да, исцеления тела – это про взаимоотношения нашего тела и природы, да, про взаимоотношения нашего тела и нашей души. То есть есть внутренние процессы, которые исцеляют нашу жизнь в целом, да, и наше тело. Они сами по себе идут. И как энергетические меридианы, которые существуют, да, на нашем теле, по которым идет вот эта энергия, да, физическим. И если ее перекрыть, то, соответственно, перекрываются определенные процессы жизненные. И точно так же, убрав эти блоки, можно ускорить движение жизни по всем этим меридианам, соответственно, ускоряются и вот эти процессы самоисцеления и самоочищения. Например, ранка на руках может заживать сама, да, органы наши постоянно обновляются. Точно так же и есть другие процессы самоисцеления души, говорят, время лечит, да. То есть есть что-то внутри нашей природы изначально, которое уже исцеляет, да, все, что нам необходимо для хорошей, спокойной жизни. Ну, зачем же вообще тогда нужна какая-то техника, да, и нужно что-то такое делать, если уже есть и процессы самоисцеления и роста, да, если уже оно все исцеляется, да, и в принципе, ну, можно ничего не делать тогда. Но, к сожалению, да, сейчас наша жизнь человека, она очень сильно ускорена по сравнению с жизнью природы. Если бы вы уехали на природу и восстановили в себе эти процессы, пришли в гармонию с природой, да, в ее ритмы вошли вот в эти медлительные, как бы, и тогда бы эти процессы ускорились и все хорошо бы, вот, ваше завершилось, да. У вас было бы время, спокойствие, и вы бы были в ритмах земли вот этих вот исцеляющих. Но жизнь в городе особенно полна, да, постоянных каких-то событий, изменений, стрессов. И, соответственно, эти процессы, они не поспевают с тем, что нужно исцелить, да, не успевают процессы пройти грамотно. У нас нету времени, да, высидеть, подождать, да, что говорить, не просто времени, а возможности порой уделить себе, да, внимание. И внимание такое, эти процессы, они идут без нашего осознанного участия порой, да. Соответственно, внимание уделять как внимание не нужно, то есть, если вы расслабитесь, если вы спокойно поживете, спокойной, комфортной жизнью, ваше самоисцеление будет ускоряться, да. Но в нашем среде, в городе, в наших жизненных обстоятельствах и при наличии определенных травм, которые мешают, да, этому самоисцелению, важно очень иметь инструмент, который бы помогал нашим процессам самоисцеления и роста. Это именно то, что я вам расскажу сегодня, да, есть такая техника, техника простукивания, которую вы также попробуете на себе сразу же, да, на себе. И ощутите его результативность, понимая, что время уже сложно, но особенно на практику очень важно, нужно будет включиться, да, и попробовать. Потому что без попробовать, ну, все, что я буду говорить, будет практически бесполезно, да. Сначала я вам расскажу теорию, как вообще техника простукивания, что вообще такое простукивание, да. Вот видите, сейчас там мой сертификат по простукиванию, и далее это я прохожу сейчас обучение в Китайском университете, традиционной китайской медицины, чтобы я как лингвист-переводчик, да, по первому высшему образованию, владею многими языками, в том числе на базовом уровне китайским, да. Соответственно, для того, чтобы давать вам максимально эффективные результаты, вот такое обучение в том числе прохожу. Техника простукивания, для нее не нужно ни сковородки простукивания по голове, да, ни каких-то камней, ничего, кроме ваших пальцев, пальцев и тела, да. И мы простукиваем двумя пальцами по определенным точкам на теле, и эти точки очень выверены, в частности, вот Гарри Крейгом, которого я уже называла. В 1905 году, вот, он изобрел эту технику на основе китайской купрессуры акупунктуры для применения психологии, психотерапии по борьбе со страхами, фобиями. И с тех пор, да, эта техника приобрела огромную популярность и стала использоваться вот для самоисцеления жизни, для исцеления, для лечения человека, и в том числе для достижения результатов. В частности, в спорте, да, и вот финансовом вопросе. Но самое базовое, то, что как раз-таки сегодня будет говориться, самоисцеление жизни, это здоровье, это внутреннее душевное состояние, да, это как с помощью этого, с помощью простукивания можно снять сразу же боль за 5 минут, да, сразу же снизить накал, вот внутренние, как это сказать, эмоции снижаются. У нас есть определенная шкала, да, которую мы измеряем. Шкала у нас существует, потому что есть определенные принципы базовые. Кроме естественного закона самоисцеления, на котором все основано, то есть здесь не привносится ничего извне. Нет никаких дополнительных энергий, нету, ну, чего-то такого извне, да. Есть только вы, ваше тело и вот эти базовые принципы и законы. Самое главное вы, что вы чувствуете, да, что до практики, после практики вы чувствуете, как, что меняется. И при этом, да, мы понимаем, что есть в эти процессы самоисцеления. И когда мы простукиваем, мы очищаем то, что у нас уже поднялось до этого, да, это какие-то эмоции, это может быть боль, и порой людям, и оно всегда снижается, всегда. То есть если у вас вдруг что-то сейчас болит или будет болеть к моменту практики, да, обязательно пишем это в чат. И в каком варианте, да, или у вас уже есть какое-то заболевание, от которого вы бы хотели избавиться, да, или у вас состояние депрессии, апатии, эмоционально, да, внутри что-то такое, что вам неприятно, дискомфортно, то точно так же мы это именно возьмем, и сразу же вот все, что у вас есть, мы можем тут же убрать и снизить, да. И третий момент, это финансы, если у вас существует какая-то проблема, это тоже такое заболевание в нашей жизни, особенно финансы касаемо не просто, вы знаете, хочу миллиона, а именно финансы на жизнь, да, на ту жизнь, в которой я хочу жить, когда у меня есть все необходимое, для спокойной, комфортной жизни, включать в себя здоровье тела, здоровье внутреннее, да, и наличие финансов на все это и работы, которые бы, ну, эти финансы, соответственно, приходили, да. То есть, когда вот эти, ну, даже четыре фактора, да, работа включена, то есть, без какого-либо из этих четырех факторов, ну, жизнь довольно, ну, не всегда комфортной кажется, да, если нет, ну, работы хорошей, да, где мы можем выражать себя, если нет денег на необходимая жизнь нашу, то тоже некомфортно, тоже напряжение, тоже постоянный стресс, если внутри какие-то непонятные состояния, депрессия, апатии, просто сил нет, отсутствие энергии, и, ну, вообще, ну, вот хочется что-то сделать, но не получается, да, или тело болеет, да, болит что-то постоянно, или одно что-то постоянно беспокоит, то без этого невозможно понимание спокойная, комфортная жизнь, да, именно эти сферы мы берем и очищаем для того, для единственной цели – спокойной, комфортной жизни. И это все основывается на вот базовом законе, что у вас есть право на жизнь, что вы можете жить спокойной, комфортной жизнью, реализовывать в себя свои таланты, какие у вас есть, получать за это необходимое количество денег на жизнь, иметь здоровое тело и чувствовать себя внутри хорошо, спокойно и комфортно, постоянно, не просто разово, там, после тренингов или какие-то периоды, а именно постоянно в вашей жизни. И вы имеете на это право. И когда особенно касаемо работы, для всех, для каждого из вас есть место в этом мире, для вашего тела, чтобы оно было здоровым, живым, энергичным, для вашей души, чтобы оно чувствовало себя спокойно и комфортно в этом пространстве, в этом обществе, в этом теле, для вашей работы, что у вас есть место приложения ваших талантов, и при этом у вас есть необходимый доход на вашу жизнь, со своей работы. На это все у вас есть право. И это право дано вам просто природой, просто по факту того, что вы здесь родились. И те, кому это отзывается, кто это понимает и чувствует, что да, это так, мы тогда идем дальше. То есть все остальное, оно основано вот на таких простых, можно сказать, простых базовых принципах и законах. И техника простукивания, она вот этому всему увеличивает и следует. Здорово, Ирина, плюсики поставили, да, ставим плюсики, выстательные знаки, кто присоединяется к этому. И смотрите, сразу же, самое главное, что я чувствую, что вы, каждый из вас чувствуете. Не то, что я говорю или где-то в книжках написано, или какие-то практики вам дают, а ваш личный путь, ваше личное чувствование того или иного, если вы не чувствуете, значит не чувствуете, что чувствуете. То есть огромный момент для того, чтобы простучать что-то, очень важно, чтобы это были ваши чувства, ваши ощущения. Соответственно, если у вас есть какое-то заболевание, ощущения или финансы, да, давайте сейчас напишем, кого какие, кто бы, с какой сферой, скажем так, хотел сегодня поработать на практике, да, чтобы сразу же понимать, кому что сегодня интересно. Но у кого, ну, более актуально, может быть, что-то сейчас прям болит, чтобы практика была эффективной, важно, чтобы она была про здесь и сейчас, да, про ваши какие-то нынешние состояния, ноги, ноги не ходят, Ирина, Марина непонятно, а деньги, наверное, да, вот, давайте, здоровье, деньги, да, поняла, Марина, давайте, вот здоровье, деньги и душевное спокойствие, назовем это так, да. Вот, чего вам не хватает для спокойной, комфортной жизни, да, вот, почему вы не можете назвать, например, свою жизнь спокойной и комфортной, да, что бы такого, так, на топ, ты же болит, отлично, ЭРН, мы это берем, берем сегодня в практику, и вы сразу же на этом примере ощутите результаты, да, этой техники, вот, здорово, здоровье у нас в основном, два здоровья, сейчас одно под деньгам, да, есть уже понимание, смотрите, сейчас небольшая теория, да, как вообще, на каком основании, вот работает это простукивание, что, что вот таится, особенно про здоровье, может быть, еще как-то понятно, как тело, да, с этим связано, с эмоциями, еще, может быть, тоже более-менее, наверняка все слышали, что такое психосоматика, например, про деньги, очень сложно порой понять, как тело связано с деньгами, и как это вообще все, что это такое, зачем вообще нужно вот это ускорять, более теоретически, скажем так, физиологически, сейчас вам расскажу. Итак, у нас в теле есть определенный режим, режим заболевания, режим старения, режим лишнего веса, это все один и тот же режим, просто это его аспекты, да, его можно так назвать, режим нехватки денег в том числе, это режим, Борис Лебеги называется, режим стресса в теле. На самом деле этот режим очень полезный был для эволюции в нас, в нашем теле, его взращивало, взрастило, очень многие-многие, не одну тысячу лет, наверное, старались, чтобы мы выжили как вид. Для чего? Вот была прямая угроза, выпрыгивал тигр, представим, да, на человека, и человеку как виду надо было выжить. И вот это амигдала, это две красные точки, они здесь сзади у нас в голове находятся, амигдала автоматически воспринимала угроза жизни тигр, это угроза жизни, и включала в теле режим Борис Лебеги. При этом в режиме шел отток энергии, да, от головы, от пищевого, да, процессов, метаболизм, замедление и так далее, от половых функций. Соответственно, это как туман в глазах, да, знаете, когда сильный стресс, там что-то потеряли резко, там деньги, ключи, что-то важное, вот прям как туман перед глазами. Я думаю, многие с вами, из вас знакомы, да, понимают, о чем я говорю, особенно если есть люди, которые знакомы с медициной, под этим всем лежит очень там физиологические, медицинские все эти показатели. Но мы сегодня у нас очень коротко, да, там вот этот режим характеризуется повышенным уровнем кортизола в крови, да, и его можно сейчас измерить. То есть, вот этот режим, включенность этого режима очень хорошо измерима в данный момент с помощью МРТ. Вот. Чем же помешал наш, собственно, нам этот режим, почему же это так сейчас не очень хорошо? Раньше, когда появлялся тигр, ну, человек включался в этот режим, и нужно было любить этого тигра или убежать от него, да. И, соответственно, ну, так он и называется, режим Бориса Лебеги. Человек или убивал этого тигра, он праздновал победу, режим выключался, или убегал от этого тигра и тоже праздновал победу, и этот режим выключался. То есть, ну, был момент, когда ситуация разрешалась, тигр исчезал из поля, да, угроза выживания исчезала, и человек мог расслабиться, и этот режим выключался, можно было спокойно есть, спокойно спать, жить, да, то есть, энергия жизни восстанавливалась. Но сейчас происходит, ну, наша жизнь такова, что этот режим Бориса Лебеги в теле работает против нас. Это режим, который препятствует жизни, как препятствует самоисцелению жизни, да, то есть, в этом режиме у нас нет ресурсов, чтобы, или вот происходило это самоисцеление, да, и, ну, нету возможности просто даже спокойно жить, не говоря уже о самоисцелении каких-то там, ну, проблем других, да, там, заболеваний уже, которые есть. То есть, в этом режиме просто существовать даже сложно. Почему он сейчас очень плохо влияет, да, на нас? Потому что, в первой частности, возьмем тему деньги, да, или тему, ну, тему денег, да, вот когда нехватка денег, это угроза выживания. И действительно, в нашем мире, да, не столько тигры, сколько вот реально наличие денег, например, или если это физические заболевания, да, то есть, я не смогу куда-то пойти, не смогу, ну, вот боли, они мешают жить, да, мешают, ну, и выживать в том числе. И, и в том числе, это когда боли или неудовлетворенность своим внешним видом, это агрессия, вот мы, как бы, наш, вот эта амигдала видит в нашем теле этого тигра, да, эту угрозу такую вот, или в деньгах увидит вот этого тигра, да, то есть физиологически происходит, амигдала включает этот режим, точно так же, как включала на тигра, на включая сейчас либо на наше тело, да, если оно нам не нравится очень сильно, там, полнота, заболевание какое-то, невозможность ходить, да, ну, вот какие-то вот, ну, дискомфорт жизненный, который доставляет нам тело, или нехватка денег на деньги включается в этот режим, да, не говоря уже о том, что это, эти все заболевания или физиологические, или психологические, ну, не заболевания, не будем так называть, боли, да, состояние неприятное, они не просто так появились, да, то есть были еще какие-то реально ситуации, где очень сильно боялись травмы какие-то происходили, финансовые, то есть такое понятие, как финансовые травмы, и вот в этой, вот в тех травмах было очень сильно вот этот режим Борис Ильбии активирован, да, и вам нужно было выживать, да, и, соответственно, вот этот режим включался, но выключать этот режим мы не умеем, он сам по себе не может выключиться, потому что разрешение, какое было ранее, оно невозможно сейчас, если раньше можно было убить тигра или убежать от него, то сейчас невозможно убить деньги или клиентов, невозможно убить свое тело, свои ноги или свой лишний вес, и убежать, или невозможно точно так же убежать, да, от своего тела, убежать от темы денег, невозможно найти выход, да, вот физиологический выход, который предполагает этот режим, и, соответственно, наше тело замирает, это третья реакция, которая обусловлена уже нашей вот этой жизненной ситуацией, замирание, замирает любые процессы самоисцеления, замирает жизнь, да, и те проблемы, которые у нас уже были, они только, ну, замирают точно так же и ухудшаются со временем, потому что ресурса жить, жить телу дальше и так мало, да, и еще и проблемы какие-то вот в этих сферах. Очень сложно нашему телу, да, в такой ситуации выжить, мы должны ему помочь, и это можно сделать, и мы сегодня прямо это сделаем, да, на практике вы почувствуете, каково это почувствовать, вот это облегчение, после реально техника простукивания за 5 минут даст такой результат. Более того, было зафиксировано, что именно после техники простукивания вот такое значительное снижение уровня кортизола в крови происходит, да, которое как раз-таки от 35 до 75 процентов было зафиксировано с помощью МРТ, был эксперимент в Гарварде, вот, по сравнению со всеми другими психологическими техниками, да, то есть такая телесная техника, она очень хорошо помогает выключить режим Борисе Лебеги полностью в теле, да, и соответственно, когда мы выключаем этот режим полностью, все процессы самоисцеления, они идут в своем естественном режиме, и это самая главная задача, которую мы решаем, да, но решить сегодня мы ее не сможем, мы ее будем решать отдельно, кто захочет ее полностью решить, именно на курсе, с моим индивидуальным сопровождением. Конечно, невозможно это все сделать за раз, и, ну, тут уж ничего не поделаешь, да, но в любом случае техника, она очень эффективна в разовом ее применении. Итак, есть второй момент, после того, как мы выключаем режим Борисе Лебеги полностью из тела. А что это значит? Это значит, что несмотря на ваши проблемы какие-то, несмотря на боли, во-первых, вы их снижаете, боли все, и все это можно снизить, во-вторых, вы решаете, техника простукивания поднимает через тело, вот эти процессы, как бы стимулирует этот процесс самоисцеления, и из тела поднимаются те причины глубинные ваших проблем каких-то, проблем со здоровьем, да, проблем с внутренним состоянием каким-то, и проблем с финансами. И поднимается на поверхность что-то такое, могут подниматься разные чувства, знаете, как вскрывается гнойник, как что-то вот такое, то есть оно из глубины достает вот ту причину, которая, глубинная причина, которая сдерживает выздоровление ваше, исцеление, да. То есть кроме того, что мы снимаем поверхность, да, вот этот вот режим Борис Лебеги, режим стресса, состояние стресса, боли, как бы вот эти все, результат, да, глубинных каких-то проблем, психосоматики какой-то, еще что-то, мы полностью выключаем режим Борис Лебеги и поднимаем эти глубинные проблемы, и умеем работать с ними, и их тут же очищаем. Это делается буквально вот в те же самые пять минут, да. И просто нужно понимать пошагово, посистемно, как, да. Вся техника очень понятная, очень материальная, физиологичная, и она как раз-таки основана на этом первом базовом принципе. Авторитет только на вас, чтобы вы понимали шаг за шагом, что делаете. Я как учитель, я не даю вам какие-то энергии, я не, я больше именно тренер, да, учитель-тренер, который учит вас навыку самоисцеления вот такого, с помощью простукивания. Это самый эффективный метод, который я когда-либо видела. Более того, Джо Виталия из фильма «Секрет», да, Типак Чо, у которого он медитативный, вот в свой центр, он очень тоже известный человек по всему миру. Луиза Хэй, да, с ее книгами «Исцели себя», тоже в нашу тему. Они все рекомендуют технику эмоциональной свободы. Они все сами делают это простукивание и рекомендуют всем, и в том числе вам, да, через меня я вам вот об этом говорю. Очень много людей, которые реально используют, и в том числе врачи, да, то есть физическую боль это снимает. Вот, и когда мы выключаем режим Борис-Лебеги полностью, связанным с той или иной проблемой, связанным с тем или иным аспектом, почему ваша жизнь неспокойная и некомфортная, неблагополучная, да, тогда мы переходим к следующему шагу, заменяем нейронные связи мозга. Но здесь тоже очень большая, под первым и вторым пунктом, очень большие физические, медицинские, там всякие физиологические вот эти вот исследования, научные труды, отдельные прям книги, много-много всего по этому теме написано. Нейронные связи мозга, да, это вот такие ограничивающие убеждения, которые у вас уже обосновались в голове, записались как на пленке, о том, что возможно для вас, да, что я могу зарабатывать только так-то или так-то, или что мне нужно, чтобы быть здоровой, там, таблетки, еще что-то, что я всегда буду чувствовать, ну, вот это состояние, эмоцию какую-то неприятную, да, то есть вот есть определенные мысли, это мысли о том, что возможно для вас. И здесь техника простукивания очень эффективно заменяет ограничивающие убеждения, очень эффективно. Нигде в других подходах и методиках я не нашла вот такой системы, то есть мы просто берем старое убеждение, заменяем его не просто на новое, а смысл любой замены – это открытие всем возможностям, да, то, что вот как раз у нас до этого выступали, говорили про открытие всем возможностям, техника простукивания делает это возможным, очень конкретным, очень материальным, в частности, сегодня мы будем с вами простукивать на открытие всем возможностям жить спокойной, комфортной, благополучной жизнью. Кто хочет жить комфортной, спокойной, благополучной жизнью и готов брать ответственность на себя, потому что это потребует от вас почувствовать себя, да, именно свой авторитет, не положиться на меня, да, не на какая бы техника крутая ни была, все равно это лишь инструмент, да, как молоток, который нужно уметь применять. Я вас просто покажу, что вот есть молоток, вот так вы его можете применять, да, и все это делается для вашей спокойной, комфортной, благополучной жизни. И, к сожалению, сейчас без вот такой работы определенной, без выключения режима Бориса Лебеги в теле сознательном, ну, мы не можем самостоятельно, да, дожить до такого состояния, потому что в нашем теле хранится очень большая память, даже если мы со знанием не помним, и даже если вы прорабатываете с психологом за какие-то темы, или работаете по здоровью, все равно в теле хранится остаточный эффект, вот, то есть простукивание, оно помогает оценить вашу работу, если вы уже ее делали большую, да, ко мне очень много учеников, клиентов приходит, которые уже темы прорабатывали, особенно если там тема про родителей, да, такие вот детские травмы всякие, а у нас на курсе, в нашем записи будет тренинг 11 дней на самосопровождении, один из дней, вот, про здоровье, как раз-таки, нет, про, да, про здоровье, как раз-таки травмы детства мы берем, и техника простукивания, она заменяет годы психотерапии, да, то есть это такая альтернативная техника, которая намного эффективнее обычной разговорной психологии, психотерапии идет, вот, именно поэтому, потому что сразу вот такие ПТСР, да, есть СДВГ у детей, то есть эта техника, она снижает боль тут же, эмоционально снижает состояние, помогает детям, цветам расти, помогает, животным снимать боль помогает, и называется суррогатное простукивание, когда мы делаем простукивание для кого-то, это полностью безопасно, это все основано на принципе внутреннего самоисцеления, да, то есть у каждого из нас оно есть, тот наш, можно назвать его внутренним целителем, да, но, как не называть, вселенная, космос, просто природа, да, мать, то есть океан вселенский, неважно, как это называется, есть что-то, да, что помогает нашему телу жить, исцеляться, и это можно ускорить все это, выключением режима Бориса Лебеги и замена нейронных связей мозга, это очень важный второй шаг после того, как мы включаем режим Бориса Лебеги. И третий момент, мы прорабатываем множественные аспекты вашей проблемы, да, аспекты того, что коснулось вас, вот на курсе, смотрите, у нас есть, знаете, как, настраивают гитару, да, под настройку определенную, расстроилась ли струна, нет, расстроилась или нет, прозваниваешь, да, есть, пингуешь, пинг такой есть в компьютерах, то есть мы пингуем, мы прозваниваем разные-разные темы и слушаем себя, не то, что, вы знаете, мы посмотрели, вот у меня вот это, вот это и вот это, как в анкете отследили и написали из ума, да, из каких-то, ну, наших представлений о том, что у нас есть в жизни. Здесь другой подход, мы слушаем именно тело, что у нас внутри, используя первый базовый принцип, и что мы думаем о себе, да, и что мы, как мы проанализировали ту и иную ситуацию. Здесь мы полностью доверяем именно нашему телу, что я чувствую, когда я это делаю. Вот, когда вы сделаете простукивание, да, до немножко, когда практика включает в себя прислушивание к своему состоянию, да, и после простукивания мы точно так же прислушиваемся к своему состоянию. И не просто к нему, а к тому, что еще у нас поднялось, да, то есть что-то еще поднимается, которое поможет вам, ну, вот эти процессы самоисцеления у вас поднимутся, да, ускорятся немножко после этой практики, вот, и на курсе вот мы таким способом прозваниваем многие-многие-многие аспекты вот всей вашей спокойной, благополучной жизни, да, это и болезни, вот этот верхний слой, который мы сейчас немножечко коснемся, у кого сегодня есть какие-то боли, это глубинные причины, какие-то психосоматики. Очень часто, например, была у меня такая клиентка по деньгам, проходила курс на каждую из этих тем, вот, здоровье, тело, внутреннее состояние и благосостояние, деньги, успех, ежемесячный доход, у меня есть отдельные курсы, прям, да, сделанные, и они стоят каждый, вот, столько, сколько вот этот один тренинг стоит. И там мы достигаем результата, более подробно разбираем каждый из аспектов. Этот же курс, он в целом для того, чтобы вы очень мощно настроили всю вашу жизнь на вот этот момент самоисцеления, до спокойной, комфортной жизни, потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди хотят каких-то желаний, привлечь какие-то деньги, и, может быть, даже не миллион, но все же, и вот что-то такое, заняться саморазвитием, знаете, вот чем-то таким вот, ну, классным, здоровским, и от этого заводишься, но это вот как вишенка на торте, но торта-то самого нету, то есть прежде чем решать какие-то глобальные задачи, какие-то большие желания, самое главное, чтобы вот ваше тело, оно чувствовало себя спокойно, комфортно, чтобы у вас, используя навыки своего тела, своего таланта, потенциала, вы обеспечивали свое тело всем необходимым, и желательно не только тело, да. Всех приветствую, кто пришел, мы еще практику не делали, поэтому включайте, сейчас такая теория, да, с чем вообще работает простукивание, зачем это вообще надо, и, соответственно, мы работаем на спокойную, комфортную, благополучную жизнь, сейчас вы можете написать, добавить, да, кто, с каким аспектом хочет поработать, у нас сегодня три, как бы, подтемы, это здоровье, здоровье тела, если у вас сейчас, прям сейчас, чтобы была практика эффективна для вас, она должна быть про сейчас, да, что у вас сейчас, какое состояние, что у вас болит, какой в жизни, да, у вас ситуация, с чем бы вы хотели взять сейчас на практике простукивание, поработать, снять, как бы, вот этот верхний слой и ощутить эти результаты. Это здоровье тела, да, какое-то заболевание, какая-то боль в теле, некомфорт, можно прислушаться к себе сейчас, может быть, в процессе, ваши процессы самоисцеления, вы не понимаете, да, с чего вдруг у вас что-то заболело, например, в теле или в душе какое-то чувство появилось, но если у вас это поднялось, ваши процессы самоисцеления работают, значит, что-то у вас поднимается. Вот еще к чему, то есть порой боли в теле и то, как тело себя реагирует, да, показывает какой-то некомфорт, еще что-то, могут быть напрямую взаимосвязаны с темой денег, да, и с темой травм прошлого, травм детства, но мы на уровне сознательном, как бы мы, например, не копались, ну, если бы вот классическая психология, разговорная, психоанализ какой-то, да, если бы мы копались, как, например, например, одно из моих клиентов, боль в животе появилась, но это был курс именно по деньгам, то есть, ну, странно, боль в животе, просто простукивая боль в животе, она не проходила, да, и мы на курсе, там идет мое индивидуальное сопровождение, я говорю, попробуй сделать вот эти вот эти практики простукивания, то есть в особых случаях, да, я как тренер знаю, как, вот, какие пути сделать, да, чтобы куда можно поднырнуть, вот откуда это все поднимается. В общем, в итоге оказалось, что боль в животе была связана в детстве с определенной травмой, и которая была не связана с деньгами, то есть я до сих пор, мы, да, с моей ученицей Клинка порой, ну, вот, удивились, как так, почему оно взаимосвязано, то есть была боль в животе, связанная с травмой в детстве, и это все вылезло, когда мы простукивали на привлечение денег. Ну, вот такая загадка, вот такие были процессы у человека, самоисцеление, и я всегда очень трепетно, искренне отношусь к процессам каждого из вас, и каждый раз для меня это как чудо исцеления, да, самоисцеление, и я никогда не навязываю, что, например, там, боль вот этого должна быть с этим связана. Не делаю таких таблиц, хотя у Луизы Хэйта все, например, сделано, и это можно посмотреть, но я считаю, что самое эффективное, когда вы сами узнаете свое тело, сами поднимаете, очищаете, без, знаете, без навязанных извне каких-то табличных данных, информации какой-то, то есть вот эта тема, она должна быть максимально на вот этом первом базовом принципе, на вашем авторитете, что вы чувствуете, что правильно для вас, для вашего тела, какие ваши процессы самоисцеления, они обязательно есть, и их просто нужно поддержать и усилить, да, ускорить и поработать с тем, что блокирует эти процессы. Собственно, то, чем мы частично полностью занимаемся на курсе, и сегодня мы коснемся, наверное, частично. Итак, что тут у нас? Давайте так, вот техника эмоциональной свободы. Я уже просила, да, кто, в целом мы будем делать простукивание на, я выбираю, слова, сейчас там они у меня есть, я выбираю представить и поверить, что я могу жить спокойной, комфортной, благополучной жизнью, и я разрешаю себе жить этой хорошей, спокойной, благополучной жизнью, и я открываю всем возможностям для этого, да. Это вот, эта фраза такая, в разных вариациях, да, они очень подробно прописаны у нас отдельно, то есть это вот мы не заменяем, не ищем позитивные аффирмации, конкретные на какие-то ограничивающие убеждения, а заменяем только вот на это. Это самые главные фразы, которые поддерживают ваши процессы самоисцеления, да. Во-первых, ну, вашу веру, вашу хорошую, спокойную жизнь, благополучную, да, то, что я с самого начала сказала, вот этими законами базовыми, то есть принципы я повторю, да, первый принцип, самое главное я, ну, вы, каждый, ваше тело, ваша жизнь, ваши чувства, да, не важно кто что говорит, не важно кто как говорит, вы должны жить, чувствовать, быть и так далее, да. И второе, есть процессы самоисцеления, это базовый принцип, и мы их, с ними работаем, вот это как раз-таки эти фразы. И вера в то, что у вас может быть хорошая, спокойная, благополучная жизнь, потому что если вы в это не верите, процессы самоисцеления будут натыкаться постоянно, какие-то блоки на препятствия, и порой это доходит до смешного, когда, ну, вот она уже, эта жизнь, а человек не может двигаться дальше, это все из опыта, да, то есть вот последние мои клиентские, скажем так, практики с ученицами, даже те, кто уже там по полгода, например, у меня в школе, да, там они 2-3 курса уже прошли, и полностью вот навыком хорошо отработали, и уже самоисцеление это идет, и вот все равно нужно дополнительные какие-то консультации делать, для чего, что вот не верится, что я уже живу комфортной жизнью, что у меня не появится того тигра, да, если вот говорить нашим языком, наше тело не верит, оно вот постоянно, вы знаете, вот, каждый из нас по-разному, если у вас, например, постоянно нехватка денег, да, или постоянно какие-то болезни, которые вот то одно, то другое, то третье, и, например, внутреннее состояние, постоянно просыпаетесь, утром сил нету, апатия, еще что-то, да, то есть это вот как постоянное ожидание вот этого тигра, то есть он ходит где-то там за кустами, периодически вот так, хоп, выпрыгивает, показывает, хоп, прям, выпрыгивает на вас, и вот тело, да, просто представим это состояние, как вот живет тело наше, оно в таком напряжении, тело в ожидании, точно Антонина, оно в напряжении, да, возможно, возможно, например, в вашем прошлом, в детстве, просто в прошлом, были такие моменты, когда тигур выпрыгнул и чуть ли вас не съел, да, я не знаю, это такие серьезные периоды, сложные в жизни, когда там, не знаю, большие нехватки денег, там вас уволили, или в семье такое бывает, в детстве такое случается, не знаю, ну, вот любые, да, очень тяжелые жизненные обстоятельства, я думаю, что каждый из вас понимает, о чем я говорю, это когда вот такой тигр вас выпрыгивает и начинает есть фактически, съедать, и тело при этом очень ему тяжело и больно, да, и вы пережили это, вы молодец, да, тигр отошел немножко в сторону, но тело ваше помнит, как этот тигр выпрыгнул, как он вас почти не съел, да, вы отходите от этого тигра, если у вас период спокойный, и это было относительно недавно, или этот тигр, например, он не выпрыгивал вот так, не съедал вас, да, а он как бы выпрыгнул из куста, подшел к вам, поиграл, вы такие, знаете, как зайчик, а кролик в клетке, понервничали, понервничали, он обратно вышел, потом опять заходит, то есть у каждого в жизни разные вот такие моменты бывают, у кого-то тигр выпрыгнул один раз, что-то не съел, убежал, его больше нету, и он живет спокойной жизнью, но тело не верит, тело еще не отошло от этого тигра, да, мы не можем сознанием сказать себе, успокойся, все нормально, то есть вот на уровне тела, физиологически там, в клетках, на этих меридианах остается запись вот этого, да, вот этот вот уровень кортизола, адреналина, да, оно очень сильно впрыскивается в тело, очень от него отходить долго, мы должны уметь помогать себе, что-то даже хопостного заболели, да, вот РН здесь как раз таким, да, нужно вот от боли избавились, потом убеждения, да, что вот я не могу спокойно жить, что-то обязательно должно произойти, этот тигр обязательно должен выпрыгнуть, невозможно жить без тигра, так вот, спокойная и хорошая жизнь, это жизнь без тигра вообще, да, то есть мы говорим своему телу, подходим к этому загнанному кролику, или просто к себе как телу, который видит иногда этого тигра вдали, да, все понимают этот, ну, вот, перенос, да, на нашу жизнь, какие-то стрессы, какие-то волнения, да, что мы не можем спокойно жить, надо быстро отобежать, надо что-то быстро решать, так или иначе, вот этот водоворот борьбы с тигром мифический, мифической борьбы побороть, это невозможно, да, нас могут вовлечь даже там, те же средства массовой информации, ходили-ходили все нормально, вот, ну, как девочки, да, подростки, даже младше, а им там где-то говорят, какие они некрасивые, нос вот такой должен быть, посмотрели на модели подретушированных, а у меня там это не так, и пошло-поехало, вот тигр, ужас, и вот эта вот паника, да, и перенос на тело, то есть, как только каждый раз, когда вы видите тело свое, и намеки какие-то на что-то, да, сразу же автоматически, в психологии называется триггер, да, есть определенный триггер, спусковой крючок, который вот этого тигра, ну, фактически мифического тигра выпускает близко к вам, да, то есть, тигра может самого и не быть, но мифический тигр из прошлого, возможно, он в прошлом был реальный, да, сейчас он нереальный может быть совершенно, но триггер есть, триггер, например, в плане денег, мы помедитировали на процветание, но увидели счета, посмотрели на свой ежемесячный доход, взяли реальные деньги в руки и, ну, оплатили что-то, да, и все, тут же наше тело автоматически включает, поднимаются все эти блоки, все эти памяти об этом тигре, как нехватки денег из прошлого. Очень тяжело избавиться от таких реакций, они автоматически, и, ну, как, нужно обязательно поработать именно с прошлыми травматическими ситуациями. Для этого, собственно, вот в целом тема самоисцеления жизни и важна, да, мы проверяем себя, где мы, где наше тело нам не дает спокойно жить, да, спокойная жизнь без любого тигра. И в целом даже это может не зависеть от вашей реальной жизненной ситуации. То есть можно, тело может быть в ресурсном состоянии с выключенным режимом борис или беги, даже если у вас там какой-то период нехватки денег, даже если вы там чем-то заболели и нужно лечиться, даже если у вас там период, ну, депрессии или эмоциями, что-то там такое, да, состояния какие-то непонятные. Мы бы хоп-хоп-хоп лечимся и все. То есть у нас есть ресурсы самоисцеления, да, при этом работает эффективно. Ресурсное состояние такое, при котором есть самоисцеление, плюс если мы еще сами этому поможем, то есть это будет вообще суперски здорово и замечательно. тело в ожидании, да. Поэтому нужно, мы как бы техникой простукивания, мы постукиваем по определенным точкам на теле, сейчас мы будем уже к этому приближаться, к практике, и выключаем этот режим, да, мы удаляем, стираем этого тигра и говорим своему телу таким способом, что все хорошо, все нормально, ты можешь спокойно жить, быть спокойной, хорошей жизнью и благополучной, и ты можешь так жить всю жизнь. Это, ну, вот даже сами подумайте, да, вот представьте, здорово, я вот, например, сейчас стану жить спокойно, такой благополучной жизни, я буду ей жить всю жизнь. Что у вас в голове приходит, да, да невозможно, да, ну, да что же у нас тут, ну, страна такая, да, обязательно что-нибудь случится, ну, не может быть, да, чтобы я всю жизнь прожила спокойно, комфортно и благополучно, но ведь обязательно должно же быть что-то, да, вот что у вас, есть у вас какие-то такие мыслишки, мысли, вот, на идею о том, можете, что вы можете жить всю свою жизнь спокойно, комфортно и благополучно, да, как вы вот к этой идее относитесь, мои хорошие, давайте, это уже мы с вами переходим к практике, не может быть, потому что не может быть никогда, да, наше тело привыкло, что есть тигры, постоянные тигры вокруг, и с ними надо бороться, да, с ними надо постоянно или убегать от них, или бороться, и знаете, что порой очень, когда особенно мы, ну, ищем помощи, находим помощь, там, психологи какие-то, да, практики, еще что-то, мы даже исцеляем наши реальные причины, но тело так привыкло уже жить, вот, в этом постоянном, или передышки от тигра, да, что фух, ничего не болит, все хорошо, да, там вроде деньги есть, лишь бы не сглазить, лишь бы не сглазить, фух, и все равно, вот тело как бы насторожено, то есть оно не может расслабиться, даже в периоды более-менее спокойной, комфортной, благополучной жизни, и это реально проблема, да, проблема и самоисцеление, конечно же, невозможно, оно очень замедленно, и в том числе метаболизм замедленный, да, работа всех органов замедляется, ну, то есть вот, и все это отражается в физиологии, и от физиологии еще и на наших эмоциях, на нашем состоянии, то есть с этим обязательно нужно иметь дело. Итак, ну, тут у нас куча отзывов, техника простукивания, она очень-очень популярна, в России уже тоже набирает обороты, уже у меня очень много учеников, более трех с половиной лет я уже преподаю, да, тренирую навык, такое самоисцеление с помощью простукивания, и уже получено очень много результатов. по деньгам один курс привлекаем там 50 тысяч рублей за 30 дней, там привлечено уже почти порядка миллиона, 979 тысяч сейчас на данный момент было привлечено, то есть эта техника прошла испытания, да, мной лично и в моей жизни, и на клиентах, да, не говоря уже о том, что я сама у учителей у своих учениц. Ну, что, что из себя представляет эта техника? Есть базовые точки, их всего 9, и сейчас я вам их покажу, повторять за мной не надо, можно не записывать, и вам нужно будет в практике просто повторять за мной, то, что говорю я, и то, что простукиваю я, те точки, да, сейчас я вам их покажу, потому что в видеопрактике, ну, не всегда на камере видно, куда рука показывает. Итак, базовый рецепт состоит из простукивания точки карате, простукиваем точку карате, повторяем 3 раза одну фразу, потом, и из 3 кругов простукивания, один круг простукивания, это с 1 по 8 точку, и первая точка, это начало брови, не середина, а именно начало, да, с одной или с другой стороны, можно простукивать любой рукой по любой стороне, потом край глаза, вторая точка, под глазом точкам, под носом точка, потом точка подбородок, но это не сам подбородок, а ямочка, да, между нижней губой и подбородком, потом точка ключица, мы находим косточку, нижнюю часть косточки ключицы, и под ней, то есть не по самой косточке, да, под ней с одной или с другой стороны, потом седьмая точка, она находится 10 сантиметров ниже подмышки, да, вот, и восьмая точка, на голове мы простукиваем, можно ладошкой, да, не сзади, не сбоку, а не сверху, или можно пальчиками точно так же, всеми, например, вот так, мы делаем три круга подряд, базовый рецепт, после практики, я вам еще раз повторю, да, чтобы вы, ну, сами закрепили и поняли, как это работает, вот, соответственно, мы постукиваем по этим точкам, постукиваем не сильно, но так, чтобы чувствовали, не до красоты, там еще нет у нас цели, как-то себе, ну, надавить, да, сильно, как по клавиатуре, слегка, но ощутимо, постукиваем от пяти до семи раз, по каждой точке, но считать это не обязательно, так, Рая, да, Варвара, я свидетельствую, это работает сто процентов, даже такой пессимист, как я, благодарилась сердечно, на карте нашлись деньги, случайно зашла в банк, да, здорово, с которыми не хотела иметь дело на консультацию, вот так, здорово, Рая, очень здорово, вот видите, прям тут сразу у нас даже отзыв получился, такое очень часто бывает, люди приходят, рассказывают, потому что, ну, такие разовые вещи случаются, на курсе же это происходит не случайно, а, ну, шаг за шагом, да, с моим сопровождением, вот, Олечка, спасибо, она ссылку скинула, там подробное описание, со всеми, с теми отзывами, здесь я не буду останавливаться и считать, да, там, что в каждом дне, каждый из отзывов, я не хочу тратить ни мое, ни ваше время, да, на какие-то лишние слова, очень много отзывов, очень много всех, ну, то есть, просто нужно попробовать, да, моя хорошая, просто возьмите и попробуйте. Так, Лариса, я знаю, что такое спокойная, комфортная жизнь, потом постепенно все ушло и осталось, как у золушки тыква, то есть, Лариса, у вас уже была такая жизнь, но она ушла, и сейчас у вас нет этой спокойной жизни, и, соответственно, когда вы сейчас снова наладите свою жизнь, во-первых, вам нужно ее снова наладить, да, спокойной, комфортной, да, задача, и, второе, когда вы наладите ее, вот, во-первых, нужно убрать режим Бориса Лебеги, убрать реакции от той ситуации, да, когда у вас это было, а потом оно ушло, да, и остаточные от этого всякие убеждения, ограничивающие вас, да, страх, что так может повториться, это невозможно, да, вот даже если оно будет, смотрите, может быть, разные конструкции в нашем подсознании, да, может быть, такая конструкция, вот, я уже так жила, оно все равно ушло, я осталась, как у золушки тыква, все это, все это нужно, можно и нужно разбирать и простукивать, да, если мы хотим, соответственно, жить спокойно, комфортно и благополучно всю свою жизнь, то есть что-то там такое произошло, да, что-то случилось, и это нужно обязательно простучать, убрать, очистить, да, это реально с помощью простукивания. Итак, в целом я вам всю теорию рассказала, в 95-м году ее изобрели, более 7 миллионов людей по всему миру ее используют, Гарри Крейков, автор, основатель, Луиза Хейджа, Виталий из фильма Секрея, Дипак Чопра, это одни из таких самых известных, кроме того, там куча всяких докторов, врачей, ее можно применять, уже ускорилась, устало, на состояние эмоциональное, на физическое ваше здоровье, помогать своим детям очень эффективно, я вот просто на себе опробовала, у меня отдельные были личные флайн, такие встречи для мамочек, с детьми, ее можно применять для увеличения ежемесячного дохода семьи в целом, вот на курсе у нас там один из дней про благополучие, увеличение ежемесячного дохода и это касается семьи, то есть у меня на отдельном курсе по привлечению денег был целый поток домохозяек, то есть женщины, которые в принципе не работали, да, и дохода у них такого, особенно про ежемесячный, да, было не о чем говорить, но и там получались крутые, прикольные результаты, вот как Рая описывает, да, то есть там вообще потрясающие вот эти возможности, когда мы им открываемся, да, ну вот наше тело, смотрите, когда оно перестает ожидать тигра, да, перестает и настраивается на то, что я могу жить спокойно, комфортной жизнью, да, и постепенно выстраиваем эту комфортную жизнь, да, шаг за шагом, и тогда в теле появляется ресурс, вот это самое исцеление происходит, и когда мы эту спокойную, комфортную жизнь получаем в теле, как минимум в начале, она, соответственно, и вне все реализуется, и тогда уже можно приступать, я не знаю, к каким-то глобальным целям серьезным, да, к увеличению большого дохода, к разовому хорошему привлечению денег, к успеху какому-то, да, к саморазвитию какому-то, идти дальше, 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 расти, и этот рост точно так же с простукиванием можно поддержать и ускорить, но самое главное начать жить спокойной, комфортной жизнью, к сожалению, в нашей стране, с нашей историей, да, но я не встречала такого человека, ну, кроме, за чем того, например, кто там лет 10 там психоанализом каким-то занимался, с психотерапевтом, и еще жизнь свою успевала, у него еще там хорошая ситуация жизненная, да, что он спокойной, комфортной жизнью живет, очень часто люди не живут этой жизнью, пытаются бегать за какими-то иллюзорными морковками, поэтому, мои хорошие, давайте сначала настроим спокойную, комфортную, благополучную жизнь, попытаемся представить и поверить, что вы можете так жить долго, долго, не просто разово, периодами, да, а зачем иначе вообще положить, становиться взрослыми, если мы не можем спокойно жить, но в конце концов, я не сторонница того, что мы должны постоянно сражаться с тиграми, более того, очень часто эти тигры реально иллюзорные, просто по памяти нашего тела, это такие порой вещи бывают, знаете, например, темнота, вот последняя, да, с клиентками, темнота была триггером того, страха из детства, да, страх, что сейчас все разрушится, да, страх, что сейчас там, не знаю, придет плохой человек, взрослый, да, который мешал жить в детстве очень серьезно, от которого в детстве невозможно было, ну, убежать и жить без этого человека, да, во взрослой жизни уже его нету и нету этого, но этот мифический тигр все равно каждый раз просыпался и просыпался просто в теле, то, что, знаете, она там в темноте оказывалась случайно, да, и, здорово, Рая, да, записывайтесь, оставляйте данные, там много всяких плюшек, бонусов, конечно, и просто вот это мы отслеживали, смотрите, принцип какой, вот то, что я вам рассказываю, это не значит, что надо брать как шаблон, вот если там темнота, то это связано с этим, вот многие книжки, информация, она как бы построена от обратного, вот человек вывел какие-то закономерности, вроде более общие, да, и уже потом говорит вам, вот если у вас вот эти закономерности, то у вас вот это, вот это, и делайте вот это, как я, от обратного, да, мы же с вами, как бы, как исследователи к себе подходим, то есть, эта система сама, она помогает вам исследовать себя и то, что вы исследуете еще очищать, да, исцелять, ускорять эти процессы исцеления, давать ресурсы и силы себе на эти процессы, да, вот так это происходит, то есть, мы предположили, что темнота связана вот с таким страхом, да, детским и поднимается это состояние и когда эта темнота появляется, смотрите, как триггер, то заболевание снова приходит, то есть, определенное физическое заболевание, да, которое по-другому никак не могло быть вылечено, то есть, врачи сказали, ну, не лечится, все, оно оказалось взаимосвязано вот с такими триггерными, с триггером, связанным с психологическим состоянием в детстве, с травмой, то есть, там такие, вот такие были взаимосвязи, да, и у нашего подсознания, на самом деле, очень много вот таких вещей, взаимосвязей, триггеров, да, вот как у Золушка и Тыква, да, у Ларисы, может быть, там какие-то вещи тоже, то есть, все это нужно исследовать себя, да, из первого базового принципа, самое главное, что вы чувствуете, что у вас есть, да, как бы мы становимся в такую позицию исследователя, и соответственно, давайте сейчас ставим такую позицию исследователя, нужно ваше максимальное внимание, если вы хотите сейчас получить максимум для себя результата от техники, попробовав ее, да, и не просто послушав, нужно сейчас обратить внимание и сделать практику, практику, как частично мы уже ее брали, во-первых, если у вас сейчас что-то болит, да, если у вас боль какая-то в теле, то смотрите, пишем как, смотрите, например, у кого там было, сейчас посмотрим, что у нас было, натоптыш болит, под мизинцем правой ноги у Ирэн было, мы как пишем, нужно написать в чат, подождите, не пишите, я вам напишу, как это нужно формулировать, да, боль, боль, ну вот, под мизинцем правой ноги, под мизинцем правой ноги, то есть мы пишем, что это может быть просто, например, не боль, а там сдавливание какое-то в груди, да, или как комок в горле может быть такое, ощущение комка в горле, то есть прислушаемся, можно даже закрыть глазки, да, чтобы максимально к себе прислушаться, соответственно, пишем боль под мизинцем правой ноги, или, например, комок в горле, и, внимание, мое хорошее, по десятибалльной шкале оцениваем, сколько интенсивности этой боли, к примеру, боль под мизинцем правой ноги, где 10, это очень сильно болит, ну, к примеру, 7, и пишем в чат вот таким образом, например, это боль там-то, там-то, на 7, Ольга, присоединяйтесь к практике, да, потом в записи можете теорию еще переслушать, комок в горле на 4, отлично, давайте, присоединяемся, что вы сейчас, вот какая у вас проблема в нынешнем, здесь и сейчас, да, головная боль 8, ага, чтобы сразу же, ну, помочь себе исцелиться, и почувствовать, что это такое вообще, боль в коленных суставах, вот смотрите, мы убираем название заболевания, например, такие вот, вы знаете, как умственные слова такие, например, вот слово натоптыш, это то, как вы характеризуете, что это, да, а мы, или коленные суставы, соответственно, нужно сказать, боль, например, в правом колене, или боль в коленях, да, то есть мы максимально приземляемся, без каких-то там слов, просто вот что я чувствую, где я чувствую, вот как детки, знаете, у меня болит пальчик, там, у меня что-то там вот, вот здесь давит, да, или, не знаю, вот в правом, там, сзади, там, спины что-то там тянет, да, боль в сердце, боль в коленях, да, про состояние, внимание, у кого тема денег, очень сильно актуальна, да, именно про благосостояние, то вы сейчас, пожалуйста, подумайте о своей нехватке денег, вот, вашей ситуации с деньгами, вот у вас не хватает на что-то, или подумайте о том, сколько вы зарабатываете, ваш доход, или вот, ну, вот что-то такое, о чем вы вот в ближайшее время думали про деньги, и это было вот, чувство нехватки у вас вызывало сильную, да, и подумайте об этой ситуации, и прислушайтесь к себе, спросите, что я чувствую, когда я думаю о своей нехватке денег, о том, что я живу неблагополучной жизнью, что мне не хватает денег, да, и что я при этом чувствую, или у нас очень важная тема красота, принятие своего женского тела, сексуальность, это тоже есть на курсе, и если брать эту тему, то можно посмотреть на ту часть тела, которая вам не нравится, или вообще на свое женское тело, да, или какие-то в интимной сфере проблемы, то есть подумайте о той проблеме, которая у вас уже, ну, самое вот сейчас, то, что вам плохо, та тема, которая мешает вам сказать, что все, я живу спокойной, комфортной, благополучной жизнью, когда вы об этой теме подумаете, можно перейти по ссылке, там, ну, давайте я, может быть, открою, там эти темы перечислены, вот, а каждая из них, это как одна отдельная тема, да, мы будем прозванивать, вот, про здоровье, и что я чувствую, и когда вы чувствуете, то выделяйте одно чувство, например, я думаю о своей нехватке денег, и у меня, ну, как напряжение, да, какое-то, неуверенность в себе, это даже не чувство, а вот, обидно, да, досада какая-то, раздражение, может быть, что я чувствую, когда думаю о том, что мне не хватает денег, там, на еду кому-то, или на одежду себе, или на оплату счетов какую-то, да, на, может быть, злость, это может быть чувство, ну, обреченности, даже какой-то, беспомощности, что вы чувствуете? Вот, Нина, давайте без советов, мы сейчас сделаем практику, потому что нам пора, уже сделаем практику, и заканчиваем, давайте поэтому не, не спамить, да, каких-то этих, сегодня у нас очень много про здоровье, ага, я смотрю, но про чувства свои тоже подумайте, что вы чувствуете при этом, что вот у вас опять болит вот это, у вас опять болит зуб, что вы чувствуете еще при этом, это раздражение, что оно опять заболело, и точно так же пишем чат, например, это раздражение, тоже 7, например, да, с оценкой, сколько интенсивность этого чувства, Мы берем любую тему, это может быть тема заболевания, боли, здоровья, это может быть, может вас реально волнует отношения с мамой в прошлом, понимать, что у вас там какая-то травма, да, можно взять прошлую тему, вот у нас четвертый день именно про это. Депрессия может реально ускакать в состоянии апатии, да, потом вот про свое тело, красоты тела, похудение, если вы хотите похудеть, да, про женское телосексуальность тоже отдельная тема. Что вы чувствуете, имея вот то, что вы имеете сейчас и что вам не дает жить спокойно. Вот. Соответственно, пишем это в чат, какое чувство и насколько. От того, что вы вот думаете об этой проблеме, да, она у вас есть, более того, простукивание, вот здесь у нас восьмой день омоложения тела, очень хорошо помогает, во-первых, ну, на лице отражается, особенно китайская вся эта медицина, они очень подробно это описали, там все эти в династиях китайские царицы, ванхоу, они все использовали, то есть вот у нас на лице и морщинками, наши травмы какие-то вот на теле, они отображаются. То есть реально можно остановить седину, да, волос, остановить как минимум точно, то есть был опыт специально в течение года, уже трех, то есть убирали эти убеждения, да, определенные про седину и так далее. Например, снизить количество морщин, обвислость и так далее, омоложение тела можно реально сделать с помощью простукивания, похудеть, да. Вот, то есть есть естественный процесс самоисцеления, самопостройнение его можно в том числе назвать. Вот такая штука есть. Ну и благосостояние, это про вашу работу, про то, что у вас есть подходящее ваше место в жизни, да. Мы будем привлекать разово деньги в одном из них, учиться, мы будем говорить о вашем месте, как месте работе, да, что у вас есть ваше место, где вы даете ценность, потому что желаемый ежемесячный доход, это лишь баланс между тем, что вы даете ценность и получаете для вас ценность, да, в виде суммы денег. Одинственный день про ежемесячный доход, да, то есть сначала мы про работу говорим, потом про ежемесячный доход и последний день про успех именно, то есть когда уже у вас есть здоровое тело, хорошее внутреннее состояние, все, и безнадежность не напишем на сколько. Обязательно оцениваем, восстановить не всегда, восстановить сложнее, но остановить на том уровне, которым есть, реально это были такие эксперименты, да, вот эксперимента по восстановлению и реально, да, с результатами я не знаю. Техника простукивания работает на все и очень много и заболеваний разных лечит, ну, очень много с курсом, там самоучебник по простукиванию, там, ну, более трех тысяч статей на разные заболевания, на разные темы, с экспериментами, с результатами, куча тренеров, ну, не наших, заграничных, которые с клиентами решали очень много-много разных задач и так далее, и так далее. Да, страх нехватки денег, 9, ага, ну что, давайте дописываем. Безразличие, 8. Так, сейчас я открываю нашу с вами картиночку, где эти точки нарисованы, но в целом вы можете смотреть только на видео, да, и можете сделать побольше его, чтобы вы видели, какие точки я показываю. Если вам не будет видна моя рука, вот видите, вам не видно, что я подмышкой на самом деле простукиваю, да, то есть мне каждый раз вам показывать неудобно, то есть вот эта седьмая точка, если вам вдруг не видно руку, и они у меня обе внизу, значит, что я простукиваю седьмую точку под рукой, это 10 сантиметров ниже подмышки, на голове, да, то есть не всегда тоже здесь видно, вот эта точка на голове, и мы будем с вами вот так вот по точкам по кругу простукивать, сначала с точки каратэ. Итак, ну что, надеюсь, все написали. Сейчас, когда мы будем начать, во-первых, если у кого есть водичка, то лучше, чтобы была еще водичка рядом. Вот, техника простукивания обязательно предусматривает, что нужно пить воду после ее. И сейчас, так, раздражение на детей. Обязательно, Ирина, пишем, сколько по 10-бальной шкале. Мы сразу применяем первый принцип простукивания и темы самоисцеления с простукиванием. На себя авторитет, да, мы слушаем, что у вас, для этого очень важно, чтобы вы сами отслеживали ваши изменения. В зависимости от того, что у вас будет происходить, да, мы после практики оценим, сколько было, сколько стало. И можно уже о чем-то говорить, о результатах, а куда двигаться дальше, да, увидеть эти результаты и, соответственно, понять, куда двигаться. То есть там есть немножечко свои особенности. Ага, отлично. Все. Кто еще не дописал? Давайте, дописывайте. Ваша боль где-то в теле с 10-бальной шкалой напряжения, еще что-то, комок в горле, зажатость какая-то, еще что-то. Кто не написал, пишем. Ольга, жир на животе – это не то. Вот смотрите. Ольга очень хорошо показала режим боризы или беги. Как бы жир на животе – это как тигр, да, то есть жир – это вот что-то, вот хочется уничтожить этот жир. То есть мы сейчас, да, не будем, как бы, уничтожение этого жира собираемся делать. Нет. Когда у вас есть жир на животе, Олечка, и все остальные, у кого есть похожая тема, да, вы смотрите на этот жир и спрашиваете себя, что я чувствую, когда смотрю на него. Это ваше тело, да, что вы чувствуете, когда вы смотрите на те части, которые вам не нравятся. Что, да, что за чувства в теме красоты, в теме тела, сексуального своего тела, женского тела, похудения, да, вот вам что-то не нравится, вот в теме денег. Вы или представляете, вот что ближайшее, как характеризует вашу проблему, и спрашиваете себя, что я чувствую. Когда у вас нехватка денег, что вы чувствуете от этого, да? От нехватки денег может точно так же заболеть ваше тело. Вы можете подумать о нехватке денег, вот у нас, мы будем на курсе, наверное, это делать, да. Ненависть, да, ненависть, ненависть, да, насколько по десятибалльной штале вот эта ненависть у вас. Запишите, вот это уже, да. То есть вот сама фраза «жир на животе» вот как раз-таки показывал, да, эту ненависть. То есть это вот этот вот тигр. И представьте себе, смотрите, да, что каждый раз, вот вы, у вас нету тигра, да, ваше тело, оно с выключенным режимом «Порис или беги», например, все нормально, метаболизм работает хорошо и так далее. Но как только вы смотрите на ваш живот, который вам не нравится, вспыхивает эта ненависть, ну, фактически как будто выпрыгивает этот тигр, да, и в вашем теле включается режим «Порис или беги», замедляется метаболизм и еще больше становится этого жира. Вот какая ситуация есть, связанная именно с похудением. Ага. Раздражение. Угу. И пишем по десятибальной шкале. Ну что, все, уже много всего. Вы молодцы, очень активно. Давайте, уже, 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 уже время у нас. Видите, все сразу как бы и не разберешь. Очень много вещей, очень много таких подтемпсий. Это мы на курсе будем подробно в каждом из дней. Курс записи, смотрите, я его записываю, вы мне даете обратную связь, рассказываете, как что, как обязательный момент такой. Мы вам дополнительно, возможно, какие-то простукивания делаете по теме и идете дальше. Открывается следующее видео, я записываю, точно так же мы вместе идем. Ага. Так, семь. Да, да, смотрим на свое лицо, что именно не нравится. И что вы чувствуете от этого, вот когда вы нас смотрите на свое лицо, да, то есть такая практика, можно там в зеркало на себя посмотреть. Так, Ольга, раздражение. Да, просто раздражение, да. Вот, чувство, вот от жира, это такая вот добавка, которую, в принципе, можно пока убрать. То есть у вас есть эта тема, да, и мы ее как бы разбираем. То есть, смотрите, логически, да. Вот есть тема жир, жир на животе, потом ломит спину, раздражение, ненависть, да. То есть это вот мы как бы самоисследование сейчас проводите, только, ну, совместно со мной. Не могу поднимать ноги с пола, не могу ходить, только с палкой. Можно мне помочь, не болит, но чувствую плохо. Да, помочь можно. Простукивание очень хорошо помогает в разных физических вот состояниях. Чувствую плохо. Чувствую плохо, нужно подробнее, да, все, в принципе, что сказано другими выше, это чувствую плохо называется. Но принцип этого подхода в том, что мы прислушиваемся к себе, да. Самое главное, что вы чувствуете и разбирать, что чувствуете, что вы чувствуете плохо. Вот от того, что вы не можете поднимать ноги с пола, да, вы не можете что-то делать, ходить самостоятельно не можете, от этого у вас есть какие-то последствия в жизни, да. Вы, например, хотите погулять, а не можете, да, но может быть такое, что вы не хотите вам нормально, да, там, медленно двигаться. То есть у вас есть что-то, что вы можете делать, что вы хотите, вернее, делать, но не можете, да, то есть тело вам мешает, да, это заболевание, да, какое-то, что-то вам мешает, тело не идет, а вы хотите. И что вы при этом чувствуете, да, злость на свое тело, раздражаем, почему оно не ходит, да, почему я не могу идти туда, куда я хочу, да, так быстро, как я хочу. Вот что это за чувство, да, такое вот отследите в себе. То есть я сейчас максимально злость вот этого, да, подняла. Может быть у вас уже как апатия, потому что если долго, ну, долго злиться тоже сложно, да, уже безразличие, беспомощность какая-то, то есть много разных спектров чувств. Да, анализ чувств свой, потому что, чтобы простучать и убрать что-то, нужно сначала понять, что именно. То есть техника простукивания хорошо работает именно на аспектах, вот как я там прописывала, аспекты каждых из тем, подробно мы разбираем аспекты чувств. То есть, пожалуйста, напишите, что это за чувство, например, это злость, да, вот кто, вот не может, если ходить самостоятельно, это злость на 10, да, напишите в чате, что это злость, или какое-то другое чувство, апатия, беспомощность и так далее. Итак, давайте буквально дописываем, кто не написал, и мы будем начинать. Это очень-очень важно. Разбирать, вот это процесс самоисследования и тут же очищения того, что у вас поднимается. Самоисследование, очищение, самоисследование, очищение, да. Разочарование 9. Давайте вернемся. Фух, я уже стала разговаривать. Давайте уже быстренько сделаем практику. И будем разговаривать дальше, да, с тем, кто уже на курс придет. Все отлично, вы написали. Итак, мои хорошие, сейчас нужно максимально смотреть на меня и повторять то, что говорю я. Отчаяние. Татьяна, еще напишите цифры, насколько это очень-очень важно. Мы будем отслеживать, что... Вы сами будете отслеживать, что с вами происходит, да, и после. Я буду говорить вам, да, что вы должны чувствовать, что у вас там чего. Вот. Самоисследование для самоисцеления. Это очень важная вещь, но это не самоанализ, как классический. Мы берем первое, что вам всплывает. Первые там 2-3 каких-то ситуации. 2-3 чувства. Одно самое яркое чувство. Сейчас практика. Видите, все подскакивают в последний момент все. Я сама уже заболталась уже. Так, ну что, давайте с боли начнем. Вот. Итак, стучим по точке карате. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох. Несмотря на то, что я пока не живу спокойной, комфортной, благополучной жизни. Я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на эту боль в теле и все эти чувства. Я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на эту проблему и все эти чувства от нее. Я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Глубокий вдох и выдох. Это боль в коленях. Это комок в горле. Это головная боль. Это боль в пояснице. Это боль в сердце. Это боль в плече левом над лопаткой. Это боль тянущая внизу живота. Это боль под большим пальцем правой ноги. Это боль под большим пальцем правой руки. Это безнадежность. Это безразличие. Это страх нехватки денег. Это раздражение на детей. Это не верят, что придут деньги. Это страх нехватки денег. Это ненависть к этому жиру. Это раздражение от нехватки денег. Это злость. Это разочарование. Это беспомощность. Это разочарование. Это разочарование. Это отчаяние. Все эти чувства. И несмотря на эту злость. Я выбираю представить и поверить, что могу жить спокойной, хорошей, благополучной жизнью. Несмотря на эту боль в теле. Несмотря на эту боль в теле. Я открываюсь всем возможностям жить спокойной, хорошей, благополучной жизни. Несмотря на все эти чувства. Несмотря на все эти чувства. Злости, отчаяния, беспомощность, разочарование. И всей своей ситуации. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить спокойной, хорошей, благополучной жизнью. И несмотря на все эти чувства. Несмотря на все эти чувства. И все эти чувства. И всю мою ситуацию. Я открываюсь всем возможностям Жить спокойной, комфортной, благополучной жизнью, здесь и сейчас. Делаем глубокий вдох и выдох. Пьем воду, у кого она есть. У кого нет, можете по завершению, когда мы полностью с вами закончим, это еще не конец. Итак, сейчас, мои хорошие, внимание. Вспоминаем снова то, что вы делали до этого в практике. Берите ту тему, которую вы брали до этого, и то чувство, которое у вас там было, или боль, которая была. Снова прислушиваемся к себе в той же самой ситуации, которую вы брали. Не можете ходить, вот что вы чувствуете, и насколько сейчас, например, чувство беспомощности. Было 8, например, стало, сейчас сколько от вашей ситуации, от того, что не можете ходить самостоятельно. Например, сейчас стало на четверку. И вы пишете в чат вот таким способом. 8-4. Точно так же и остальные. У кого что было выше. Вы снова думаете об этой ситуации. Прислушиваетесь к своей боли. У кого там была боль при ходьбе, походите. Проверьте. То есть мы обязательно проверяем. Подумайте о нехватке денег. Посмотрите на свой живот, у кого было про живот. Вот у кого была какая ситуация, да. И снова отслеживаем. И пишем в чат, сколько было и сколько стало. И, конечно же, пишем, что кроме этого. Какие у вас ощущения, какие впечатления от техники. Возможно, какие-то вопросы появились по технике. Боль могла перейти. Есть такая штука. Chasing pain называется. Когда боль мы простукиваем, она смещается в какое-то другое место. Может сместиться. Вот такая вещь есть. Давайте, мои хорошие. 8-3, 8-5, 10-8. Смотрите. Ну, в целом, очень хорошие показатели. Вот особенно у кого с 8 до 3, да, прям здорово. Вот. То, что очень маленький, ну, маленькое количество, там, с 10 на 8, означает то, что у вас очень много там глубинных всяких аспектов, подаспектов проблем, которые нужно отдельно дополнительно простучать, да. То есть, ну, очень интенсивная тема. И, в принципе, ну, как бы это понятно. Душа стала спокойнее, спокойствие, да. Боль в пояснице 7-4, страх нехватки 9-9-9-5, да. Боль уходит, эмоции снижаются. Вот смотрите, эмоции – это как раз-таки показатель вашего режима, Борис Лебегин. Вот у Натальи ничего не изменилось. Давайте как раз рассмотрим. Сейчас дикая боль в спине. Оля, что вы делали, на какую тему? Вот смотрите, как раз вот этот момент. Видно, нашла еще одну дури, выбила, да, Оля. Как раз об этом и хотела сказать. У кого бывает повышается или что-то еще поднимается. Это ваши процессы самоисцеления как раз-таки. То есть, вы какую-то тему брали. Здесь нужно отследить вот исследование, да. Какая тема у вас была и что там поднялось. Обязательно у кого что-то осталось. Дополнительно простукивать одно и то же смысла нет. Здесь нужно рассматривать аспекты. И одно и то же чувство стучать постоянно до его изменения бесполезно. Вот давайте посмотрим. У Нины ничего не изменилось. И у Натальи. Давайте посмотрим, что там. Какие у вас там темы были. Это может означать вот что. Уже нет времени разбирать. Давайте уже все это будет на курсе разбираться, конечно. Времени уже и так много. Когда не изменяется ничего, смотрите. Это показатель того, что вы взяли какие-то фразы, которые вас никак не касаются. Вот Наталья изменилась боль. Да, вот то, про что я говорила. Теперь в колени. Chasing pain это называется. По-английски, по-русски очень сложно это нормально перевести языком. Боль следует. Вы сейчас смотрите. Вот про боль особенно. Вы можете точно так же простучать самостоятельно. Эту боль, вот ее, например, уже в колени. Как это делать самостоятельно? Слушай меня внимательно. Никуда не уходим пока. То есть как технику вот эту самостоятельно. Живот я стала спокойнее. Спокойнее это означает снижение уровня кортизола в крови, снижение режима Борисе-Лебеги. То, о чем я говорила в начале. Помните теорию, кто был на ней? Вот. То есть у нас наше тело, оно вот включает режим Борисе-Лебеги, в который режим заболевания, режим нехватки ресурсов, режим лишнего веса и так далее, и так далее. Вот наши эмоции это показатель того, что вот в теле существует вот этот режим очень сильный. И то, что стало спокойнее, образовалось внутри пространства, да. Для чего-то, что, ну вот, можно сделать. Итак, у кого боль перешла, или у кого вы можете другие эмоции свои простучать, не те, которые уже простучали, а какие-то дополнительные поднялись, например, да. Как это делать самостоятельно? То же самое. Я не поняла, про стуки, нет, не боль в... Так, самостоятельно. Ну, во-первых, лучше не натоптешь, да. Ну, можно, в принципе, если это для вас обозначает место на теле, да. Если это не просто, ну, описание, да, чего-то там. Сейчас состоял, когда раньше было все хорошо, да. Но очень хорошее состояние, здорово, я рада за вас, Лариса. Но нужно это системно все сделать, чтобы и вы могли в жизни действовать. Потому что сейчас вы сидите, еще к тому же устали, да. А когда придет реальная ситуация, когда у вас не все хорошо в жизни, да, тогда поднимутся как раз-таки все ваши вот дополнительные всякие штуки. И, но при этом вы уже автоматически будете действовать иначе, нежели чем как до проступивания. Вот закрепить это можно только, к сожалению, очень такой системной работой. Вот мы это на тренинге будем делать. Тренинг состоит из 12 дней, но длиться он будет около месяца-полтора. Я веду свое индивидуальное сопровождение лично для каждого. Там темы здоровья, сексуальное тело, похудение, деньги, вот все, что нужно для жизни. Итак, давайте пока. Как самостоятельно? Вот у кого там что поднялось? Там боль в колене, например, поднялась, да. Или у вас есть, у вас ушло, например, чувство раздражения, но появилось чувство другое, да, какое-то. То есть у вас что-то другое появилось, какая-то боль, какое-то чувство, или просто в жизни оно у вас появилось, но не сейчас, а вообще, как можно ее использовать. Значит, схема такая. Мы берем, простукиваем, например, боль в колене. Я, если одна, если вы сами для себя, не в групповом формате, когда мы все фразы простукиваем, например, несмотря на эту боль в колене или в натоптуши, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на эту боль в натоптуши, я люблю и принимаю себя. Да, мы берем эту фразу, например, боль в натоптуши, или это раздражение, это злость, так как фраза. И ее просто повторяем тупо, механически, простукивая по точкам. Не надо ничего при этом думать, там что-то делать. Вот вы выделили, нашли. Вот мы исследования делаем до и после. Несмотря на эту боль в колене, люблю принимать себя. Три раза повторили. Потом, это боль в натоптуши или это боль в колене? Это боль в натоптуши, это боль в натоптуши. Три круга подряд на каждую точку. Просто. Так что мне делать? Давайте начала, но вы сказали включаться в практику. Так, Оля, я не совсем поняла, что вы пишете. Мы уже практику закончили. Самостоятельно вы теперь можете простучать. Провторю еще раз и будем с вами прощаться. Например, боль в натоптуши или это раздражение? Давайте чувство возьмем. То есть у вас то чувство ушло, появилось какое-то другое чувство. Или просто в жизни появилось. Скуда достал, да? Раздражение. Несмотря на это раздражение, люблю принимать себя. Несмотря на это раздражение, люблю принимать себя. Несмотря на это раздражение, люблю принимать себя. Это раздражение, это раздражение, это раздражение. Раздражение раз круг, это раздражение два круг, это раздражение три круг. И потом вы три круга сделали и снова оцениваете, сколько сейчас раздражения, сколько сейчас боль. Из этого состоит базовый рецепт. Можно простукивать на боль, можно простукивать на эмоции, она и называется эмоциональной свободой. Можно простукивать детям, можно заболевать. В общем, там очень много спектра применения. Это уже не сейчас. Это будет самоучебники, бонусом курсу. И, соответственно, жду вас у себя на курсе. Там мы будем работать систематично для закрепления результата, для того, чтобы вы, когда вы будете в полях своей жизни, смогли себе спокойно выстроить свою спокойную, комфортную, благополучную жизнь. Не сражаться с тиграми, как со своими коллегами, с партнером, мужчиной, или со своим телом, с жиром. Не сражаться со всем этим. А потому что тогда вы сражаетесь, у нас даже в голове не хватает ресурсов максимально эффективно решать эти проблемы. Все из-за вот этого режима Борисе Лебеги и ответ в теле, и все там находится. И вы, взяв на себя полную ответственность и исследуя себя, слушая себя, с моей помощью сможете выстроить свою спокойную, комфортную, хорошую, благополучную жизнь. С вами была Варвара Семенихина. До связи. Жду вас у себя на курсе. Вот и не сказала. Описание курса по ссылке. Там много-много-много-много отзывов. И стоимость курса для вас, да, ближайшие 24 часа, если оплачиваете, то там секретные бонусы дополнительные. И можно оплатить в течение двух дней, да, стоимость для вас будет, так, курс стоит 10 тысяч, потому что, ну, прям глобальная жизнь. У меня все эти подкурсы, вот, то столько стоит, да, там, про деньги, про похудение, про здоровье, столько стоит. А это вот все вместе для вас будет со скидкой за 4,500. То есть, ну, это совсем. Включено мое индивидуальное сопровождение. 12-дневный курс. Это видеозаписи. Вы можете смотреть в любое удобное для вас время, но я буду вас сопровождать. Вы будете делать, вот так же, как за мной сделали, будете делать практику простукивания, и потом прислушиваться к себе и исследовать себя. И мы вместе с вами будем смотреть, что у вас поднимается, и от этого уже плясать, да. Вы будете прозванивать все эти темы, потому что вы можете теперь не понимать, не ощущать, ну, нормально, нормально вроде, ну, жир, жир, жиром буду работать, ахопанать, что-то там с сексуальностью. То есть, пошел какой-то блок на принятие женского тела, родовые какие-то вещи, мы с мамой какая-то тема, что живот очень часто связывают с материнскими вещами. Это предполагаю я, да, у вас может быть что-то другое. То есть, мы будем на курсе прозванивать все эти темы, смотреть конкретно ваши вещи и их тут же исцелять, как вы сейчас ощутили и попробовали это на себе. Так, про рассрочку, ну, про рассрочки нужно отдельно со мной уже в личку договариваться, вот, конечно, ну, условия нужно прийти на общий договор, да, условия. Вот, соответственно, возможно, да, частичная рассрочка, и я буду предоставлять лишь часть курса, да, пока не будет произведена вся оплата, вот такой момент может быть. Все, с вами была Варвара Семенихина, жду вас понимать, что самоисцеление у вас происходит, у вас есть место в этом мире, вы можете жить спокойно, хорошо, комфортно, и техника простукивания может вас максимально быстро доставить в эту точку вашего пространства и времени. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok